Вопрос такой. Вы сказали про физику, но физика изучает этот мир и у физики есть, как у науки, свои законы. Закон Киргофа, закон Ньютона I, II, III, закон всемирного тяготения. А какие законы есть? Приведите мне хотя бы один закон из вашей науки. – Самый главный закон в Кабале – это закон абсолютной любви. – Слушайте, но это чистой воды болтовня. – Нет, это не болтовня, я вам скажу почему. Даже на эту тему есть огромное количество диссертаций в последнее время, в том числе в России. – Про любовь? – Да. Это выявляется нами из взаимозависимости всех частей природы, которую в последнее время мы раскрываем. Как ваш организм не может существовать без четкой гармоничной взаимозависимости всех его частей, элементов и систем? – Так же и, подобно вашему организму, вся природа устроена в четкой гармонии между всеми ее частями. Человек является единственным негармоничным элементом, который должен довести себя до этой гармонии. Полной взаимной зависимости, взаимного, как сказать, сотрудничества, взаимной работы, слаженной со всей природой. Если он этого не сделает, нам всем конец. То есть, ну, природа заставит нас это сделать только огромными страданиями. Кроме нас, вся остальная природа, она идеальна. Мы просто не видим этого, потому что не понимаем этого. Никогда вы не увидите в природе, чтобы кто-то другому делал зло. Вы можете видеть, как один пожирает другого, и вам кажется, может быть, что это зло. На самом деле это не зло. Это все в четком, как сказать, соответствии с силами равновесия в природе. Как мы знаем, должны быть и овцы, должны быть и волки. И так далее. Человек единственный, который делает зло не потому, что... который делает действительно зло, потому что наслаждается от того, что другому плохо. Наслаждается от того, что влавствует над другим. Наслаждается от того, что может унизить других. Наслаждается тем, что другие смотрят на него как насильного, как на знатного и так далее. И вот это и есть наш мелкий такой житейский бытовой эгоизм. Ни у кого другого, ни у одного элемента природы этого нет. Нет. Человека природа заставляет ударами, и это только сейчас начинает в этом кризисе раскрываться, заставляет его понять, что его эгоизм является злой и причиной всех бед. Для того, чтобы он над ним поднялся и стал таким же, как общая сила природы. Вот вам придется, вы хотите или нет, в этом кругообороте или в другом, все равно дойти до выполнения библейского принципа «возлюби ближнего, как себя». Я вас уверяю, Саша.